здравствуйте снова с вами татьяна хочу вам показать поделиться что мне удалось приобрести сегодня по супер цене я очень рада хочу поделиться этой радостью с вами смотрите какой прелестный желтый цветочек с неоновой губой сейчас я вам буду рассказывать о том как когда принесли вы домой что делать с вашими орхидеями смотрите для начала покажу какие сорта вот это скорее всего чармер это тоже какой-то сортовой если кто-то четко знает сорта напишите пожалуйста я еще не открывала не знаю не упаковываю пошла в магазин у нас там есть склад магазин и увидела такие цены и буквальном смысле обалбела посмотрите цена 50 гривен у цель как я могла не дать такой чудный цветочек да он привел ничего зато он красивый эти тоже могу показать цену смотри вот эта красота вот смотрите сколько 100 гривен но это немножко подороже этот я сильно захотела сейчас я буду доставать вот смотрите цена 124 гривен но это цена сказочная вам честно скажу сейчас посмотрим в каком состоянии у них корневая и стоили ли они этих денег которых я заплатил помимо того что я купила орхидейки я конечно же купила и фиалку смотрите какая она красиво зеленым закрученная нам не так понравилось прям сказка какая-то у меня такой не было еще фиалочки очень красиво там было большое разнообразие фиалок я же не могу все забрать немножко дорогие под 50 гривен ну ничего ялка тоже неплохом состоянии посмотреть сколько листиков сейчас я буду распаковывать актары не было я купила актор это мне надо вредителей травить здесь еще одна фиалочка вот так все растение будем доставать с упаковки для начала вам расскажу я купила еще днем сейчас на дворе я уже глубокая ночь глубокая сейчас пол 11 вечера ну темно время поменяли было бы уже пол 12 но не в этом дело я их купила и они у меня стояли в таком виде как я купила в этом в кулечке все примерно три часа их вечером купила может даже больше я их не трогала они адаптировались теперь я их должна достать и буду рассказывать что я буду с ними делать вот для начала достанем посмотрим корневую все получилось у меня 4 орхидейки и 2 фиалочки смотрите какая красота сначала по любой смесь с вами а затем буду рассказывать дальше они на конечно могут сбросить цветочки но могут и не сбросить это ж такое дело бутончиков много еще сверху но сейчас они все будут цвести и в этом я уверена потому что осенью начинают все цвести смотрите корневая шейка хорошая на палочке немножко есть плесень с плесенью нужно побороться корни корни зеленые не перелитые хорошие ведь это орхидейка в хорошем состоянии это я шейку внимательно хочу посмотреть вместе с вами вредители конечно могут быть не без этого мы с ним поборемся это цветонос засох надо будет его срезать а плесень это на самой палочки которая держится и на цветоносе старом ну так в общем неплохая орхидейка за сто двадцать пять гривен листиков много корни хорошие все нормально у нее фиалочки мы сегодня не смотрим ты так мимоходом вам показал вторая орхидейка чармер это точно знаю что это чармер потому что продавщица мне сказала это где-то было написано написано горшочки мох оброс такой зелененький писалось я хотела посмотреть не вижу сейчас я открою эти упаковки покажу подробно смотрим пока стволик смотрите какой чистый корни есть цветочки опали они каждую неделю получают новый товар этот магазин и поэтому уценяют их чтобы они не залеживались чуть там начали опадать цветочки или примялись или листочек поломаться и они очень хорошо оценивают вот это вот я считаю что я очень хорошем состоянии купила эти орхидейки смотрим вот эту орхидейку мне понравился ее жутко темный цвет чернильный такой как раньше в мои года чернильными ручками писали она очень красиво очень похожа на каменную розу но это не каменная роза непонятно но красивый цветок смотрите ее корневую у тех двух орхидей корневая получше а здесь она сильно засошенная сильно пересохшие корешочки воздушные корни есть но они сильно пересохли сейчас вам расскажу что я с ним буду делать чтобы оживить это растение нужно болтается вот горшочки корнями плохо держится за 50 гривен уценили не выбросить конечно же если она так сильно пересохла и бутоны будет сбрасывать до сто процентов но ничего сейчас вам расскажу что я буду делать и третий цвет четвертый цветок посмотрите какой он огромный какие цветы красивые сейчас я сниму упаковку еще раз покажу и корневую покажу смотрите сколько воздушных корешков сколько внутри горшочков корешков но они тоже не зеленые то есть поливали их очень-очень давно немножко тоже был уже зачастую это орхидейка у нас почем а по 50 гривен а по 100 извините здесь засохшая уже болтается по 50 а это еще не до конца засохла через пару дней и оба ценили но я не уверена чтобы этот цвет останется в продаже поэтому я ее решила и забрала а до этого она стоила сейчас посмотрим вот эту желтую ценку снять ой неправильно я сняла чуть-чуть потянула не так сейчас я выключу телефон я немножко приостановила запись потому что хотела посмотреть сколько она стоит одной рукой не получалось вот снимаю ай оборвала и увы не могу вам показать сколько так как оборвалась на неудобном месте ну ладно это не обязательно смотреть она очень похожа на дикого кота но дикий кот другой посмотрите какая красивая цветовая расцветочка теперь я выйму из упаковочки целлофановый и расскажу что буду делать дальше посмотрите я сняла с упаковки и хочу вам показать подробно каждый цветочек смотрите какой красивейший цвет очень красиво я очень довольна своей покупкой замечательный по среде ну один лебесточек поломанный на тоже у циночка этот вообще поломан вот есть бутончики вот вот надеюсь что она будет продолжать свое цветение так как листовая пластина у них крепкая корневая все хорошо будем бороться за их жизнь с этими двумя орхидейками я ничего не буду делать поливать не буду пересаживаю буду завтра так как сегодня очень поздно я уже думаю что не осилю это тело а вот эти две орхидейки ими нужно заняться смотрите какая прелестная орхидейка смотрите сейчас покажу цвет какой вот как у меня ноготь видите мой ноготь и орхидейка одного цвета я думаю чего я в нее улюбилась у меня же маникюр такого цвета такой прекрасный цвет очень мне нравится еще она как бабочка видите как бахрома такая небольшая не просто ровные лебесточки а как небольшая бахрома ну посмотрим когда она пустит новые цветочки эти отпадут я вам расскажу какая на самом деле губа очень красивая красивая орхидеечка но корневая слабоватая эти наверняка много отомрут корни ничего и последняя орхидейка она болтается в горшке так как там внутри скорее всего начали отмирать корешочки и в этих целях ее уценили смотрите тоже ее посмотрите какая она красивая это завораживающая пятнистость это сказка вот такие покупки мне удалось сегодня сделать я случайно в магазин зашла и вообще в шоке было я хотела их там все купить неотразимо было так смотрите берем орхидеи беру небольшую тарелочку ставлю их для начала налью водички в каждую тарелочку немножко вот столько и беру препарат hb101 это чтобы они пришли в себя набрались сил и адаптировались к моей среде корневая чтобы стресса у них меньше не было антистрессовый препарат и наращивание корней но мне для начала нужно их отпоить если я их поставлю в большое количество воды им будет плохо а по чуть-чуть я их вечером полью и завтра буду уже пересаживать и буду рассказывать вам дальше что я буду делать теперь я беру открываю препарат Hb101 и капаю сюда одну капельку и сюда одну капельку все и в этот препарат ставлю свою орхидейку и посмотрите корни начинают пить надо подождать немножко и вторую ставлю орхидейку и посмотрим результат корни втянут не обязательно поливать сверху и большим количеством жидкости если корень живой то он напьется потянет всю жидкость вот такие орхидеи прекрасные на сегодняшний день у меня теперь будет жить я их к своим орхидеям ставить не буду они у меня до утра на карантине а завтра будем смотреть пересадку спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал ждите новых видео до свидания zukнье причина мы собаки на